Снегопад прошел, последствия остались. Кому их разгребать, выяснял Всеволод Крапивин. Многие владивостокцы сегодня вынуждены пробираться по скользким, нечищенным тротуарам. После второго за зиму серьезного снегопада, жители города уже задаются традиционным вопросом, кто виноват и вообще, почистят ли снег. Накануне дорожные службы почистили основные городские дороги. Но пока еще есть часть тротуаров в снегу. Убрать все и сразу не так просто. Ситуацию исправят в ближайшие двое суток. Параллельно в районах следят, чтобы хозяева магазинов и предприятий убирали на своей территории. Мы ходим, сотрудники наши ходят, предупреждаем всех юридических лиц, которые имеют свою зону ответственности вокруг зданий, своих объектов, торговых объектов или большие предприятия, у них есть своя зона ответственности. Всех предупреждаем о необходимости уборки снега на своей территории. С придомовыми территориями ситуация хуже. Их должны убирать управляющие компании и ТСЖ. Но не везде они справляются. Тяжелее всего жителям улиц, которые расположены на возвышенностях. Например, Толстого и Тунгусской. Крутые склоны, покрытые утрамбованным снегом, становятся скользкими и малопроходимыми. Пока-нибудь бабушка точно не заберется с тросточкой сама. Ну, как бы молодежь, думаю, заберется. Ну, вот чуть-чуть сейчас еще полежит этот снежочек, будет очень скользко. Вот, видите, спускаться с детьми. Здесь детская поликлиника, с левой стороны. Справа взрослая, третья поликлиника. Вот как больным, с детьми, инвалидом спускаться. Я из окна видела, как шли с мамой, с этими мамочками, с детишками на руках. Там просто невозможно. Она же под уклон идет и вся ледяная. Хоть бы посыпали там чем-нибудь уже хотя бы. Ну, про то, что вот эти лестницы, их не чистят вообще никогда практически. И это при том, что штрафы за неубранный снег увеличились. Для управляющих компаний это от 100 до 300 тысяч рублей. Ответственность за неисполнение названных мероприятий зависит от того, кто обслуживает многоквартирный дом, ТСЖ или управляющая компания. В зависимости от этого граждане вправе обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию Приморского края или в районную прокуратуру. По итогам снегопада, который прошел во Владивостоке в середине ноября, прокуратура стала инициатором 21 административного производства против нерадивых управляющих компаний. Как уверяют городские власти и прокуратура, если управляйки, которые сейчас не справляются с очисткой дворов в ближайшие два дня, не исправят ситуацию, будут новые штрафы. Всеволод Крапивин, Павел Филатов, Панорама.